Представьте, что вы режиссер и вы очень большой фанат зомби-жанра, но у вас нет денег. Самое большое, на что вы можете рассчитывать, это на условные где-то 5-4 миллионов долларов, которые вам великодушно может дать, например, богатый Netflix. И с этими копейками по голливудским меркам вам скажут снять по максимуму качественный сериал на 8 эпизодов, к примеру. На что вы в первую очередь пустите эти деньги? Конечно же, в первую очередь на сценарий, потом на операторскую работу, потом на небольшие атмосферные локации. И мне кажется, что в последнюю очередь вы все-таки подумаете о хорошем гриме и о количестве самих мертвецов. Потому что, как мне все же кажется, для дешевого начинающего проекта, в принципе, не очень пока что важно иметь какие-то супер-мега-дорогие декорации или же грим. Все-таки нужно больше внимания уделить сценарию и сюжету. Мне кажется, именно с таким подходом решили подойти создатели сериала «Черное лето» 2019 года, когда пришли со своими идеями в офис Netflix, и те согласились с этим планом. Именно классная работа с камерой, расстановка героев и саспенс вытаскивает «Черное лето» на уровень выше, нежели стандартный зомби-треш, выходящий пачками сразу на видео. Холодные статичные планы, непонятные ситуации вокруг, тревожная сирена и люди пачками, выходящие на улицы, которые не понимают, что делать дальше. Именно так мы, в принципе, где-то, наверное, представляем себе тот самый возможный конец света. Если вы наивны и все еще полагаете, что дорогое правительство наконец-то вспомнит и подумает о вас хотя бы в эту ситуацию, можете дальше сидеть спокойно. Не смеем верить, Роуз. Больше нет законов, нет никакого порядка. Все сами по себе. «Черное лето» это как раз, собственно, как и ходячие мертвецы, мне кажется, дает более-менее, но однозначно ответ на этот вопрос. Не ждите помощи. Никто вам не поможет, потому что военные такие же люди и при малейшей опасности они будут стрелять, а потом и убегать. Самые первые кадры сериала нам очень наглядно это демонстрируют, показывая всю расстановку сил. И вроде бы все пока еще не очень страшно. Люди узнали об эвакуации, услышали про какой-то мифический спасительный стадион спасения и покидают свои дома туда. Странно только, что никто из жителей не знает до конца, где он, собственно, находится. Но есть надежда на людей в зеленых одеждах, которые все еще могут вас, возможно, спасти и отвезти туда. И здесь начинаются первые проблемы, а может и нет. Мы видим, что у военных нет никаких четких инструкций. Они грузят людей в машины, но когда мужа главной героини Роуза подозревают в инфицировании, вся проверка останавливается. Моя дочь уже в машине, умоляю. Руки вверх. Нет, постойте. На землю. Моя дочь. На землю. Не надо. У меня дочь в машине. Военные в панике бросают всех, даже здоровых, и сразу уматывают в неизвестном направлении. Это странно, потому что, как сообщается далее в сериале, это не первый день инфицирования, и прошло уже несколько недель. Наверняка у армии должны были быть инструкции на случай обнаружения инфицирования, и они не должны были в панике сами потом бежать. Но здесь включается, видимо, инстинкт выживания, и все массово забывают, для чего они здесь. Это очень перекликается с армией в ходячих мертвецах. Мы знаем, что там, по плану Кобальт, военные также должны были по приказу бросить всех живых, а тех, кто оставался на изучении, убить и улететь на свои базы. Кобальт, это секретный код для начала эвакуации. Толковник! Нет! Кобальт также запускает процедуру уничтожения людей, которые... И дальше начинается примерно то, что мы с вами уже видели. Люди, оказывается, предоставлены сами себе, и каждый умеет выживать так, как умеет. И на это здесь, ну и вправду интересно даже смотреть. Вы увидите и неожиданные режиссерские находки. Я думаю, нам надо на восток, на Мэдисон. Когда девушку неожиданно сбивает машина, когда этого никто не ждет, такого даже ходячих не было. Мы видим то, как в этой ситуации проявляются человеческие отношения. Ее парень в этой беде решает ее не добивать, чтобы она не мучилась, а быстрее свалить куда подальше. И в то же время есть люди, у которых грязное прошлое, но они спасают совершенно незнакомых себе. Как это делает, например, нечистый на руку ранний Джеймс. Еще здесь есть эмигрантка из Кореи Сан, или Сон, которая тоже не забыла о том, что такое гуманизм, когда она спасает глухого парня. Есть ощущение, что авторы специально их сводят как бы вместе здесь, так как у них обоих есть явная особенность, которая их делает потенциальными жертвами нового мира. Одна не понимает никого здесь, потому что не знает языка, второй может ориентироваться только при помощи глаз. Хорошо показано здесь, как влияет экстренная ситуация на человека и в случае с женщиной Барбарой на машине. Которая поначалу не доверяет подозрительному страннику на дороге, но он ее умоляет таки сесть в машину, после чего становится ясно, что было это зря. Вся первая серия Черного лета посвящена представлению новых героев, за которыми нам предстоит наблюдать другие семь серий. И это намеренно сделано как бы раздельно. Совершенно не ждите, что уже в первой серии они все соберутся в одну группу и а-ля риковцы будут побеждать всех вокруг. Мы видим постепенное развитие их отношений, постепенное скатывание вниз или наоборот обретение уверенности, что вместе выживать легче. В первой серии есть хорошие жизненные диалоги, в которые веришь и главное в них не ощущается этой надменной что ли пафосности, что иногда проскальзывает в ходячих. Надо ведь поступать правильно, так? Быть хорошим человеком? Только теперь это вряд ли имеет значение, да? Я помню первого, которого увидела. Стоял за оградой, и мы... Он не мог меня достать, но все равно он пытался снова и снова. Долбился об ограду, словно бешеный пес. И я... И я помню, мне пришла мысль... Что это раньше был человек. Если вы не любите в «Ходячих мертвецах» эту невнятную зацикленность иногда на длинных монологах, рассказах о борьбе за вечное построение нового мира, то в «Черном лете» все внимание сконцентрировано именно что на выживании. Действительно, все 8 серий этого шоу ни на секунду не заставят вас выдохнуть. Да, конечно, здесь не все выглядит верхом логичности и слишком дорого, но зато герои здесь точно не будут долго сидеть на одном месте. Им всем нужно просто выживать. Им всем нужно дойти до мифического стадиона, где, кажется, есть хоть какая-то мнимая безопасность. Если вы вспомните первый сезон «Ходячих», то в этом он очень похож как раз на «Черное лето». Там все наши вначале просто пытались выживать, держать оборону на том самом островке леса, но потом пришло понимание, что нужно двигаться дальше, и они пошли в ЦКЗ. Кстати, про ЦКЗ в «Черном лете» тоже упоминают. Что еще мне здесь понравилось, так это то, как выстроено повествование именно в самых первых двух сериях. Мне нравится, как судьбы всех главных героев постепенно, постепенно, но оказываются переплетены. Мы еще не знаем с самого начала, что же случилось на самом деле, и все-таки еще существует какой-то ореол загадки и тайны. И да, я, конечно же, имею в виду нас, тех, кто не смотрел еще на ЦУЗ, сериал, который как бы является заглавным для этого спин-оффа. Многие могут сказать, что это как-то неправильно, что авторы дают мало информации о прошлом всех героев. Но черт возьми, мы все еще дофига не знаем и про то, какое прошлое было и у наших любимых героев «Исходячих», вроде той же Кэрол или Дэрила, или группы Магны, не говоря уже про Рика и его родителей с братом. И здесь, в Черном Лете, вы не слишком сильно захотите вникать в то, откуда приехала Барбара, как укусили мужа Роуз, почему Джеймс арестовала армия. Дело в том, что война все спишет, а точнее зомби-апокалипсис. И здесь более чем понятно, кто кем является на самом деле. Кто здесь человек, а кто крыса, готовая пожертвовать слабым ради собственного выживания. Еще из того, что понравилось, это во второй серии «Преследование черным джипом наших героев». Это чем-то напоминает способ выживания стервятника, который постепенно выжидает, когда его жертва умрет, и он поживится ее тельцем. В третьей серии мне очень понравился «Кейс с поехавшими детками в школе». Эпизод очень прямо показывает, какие на самом деле дети жестокие в основе своей, особенно когда вокруг нет контроля и судьба родителей неизвестна. Все происходящее вокруг они не воспринимают как нормальную жизнь. Для них это игра и развлечение, возможно, в том числе лживая просьба о помощи, только чтобы позабавиться, а потом убить. Теперь то, что мне не понравилось. К сожалению, под конец серии «Черного лета» начали выдавать все больше и больше какую-то возможность, что ли, ограниченность бюджета. И сюжет стал все более и более становиться бредовым, мягко говоря. Мне абсолютно, например, непонятно. Вся эта миссия в бункере военных. Точнее, я не очень понимаю смысл самих военных пускать незнакомых людей туда, только лишь увидев двух вроде как симпатичных девушек. Непонятно, как другая часть группы вошла через другой вход. Непонятен до конца вообще весь этот план с устройством всеобщего хаоса в этом то ли клубе, то ли просто месте для оргий. Зачем она это сделала? Ведь понятно, что мертвый амбал сразу же обратится и перекусает всех вокруг. И ваша проблема увеличится в геометрической прогрессии. При этом вы даже не заботитесь о том, чтобы добивать мертвых в голову. Кстати, в этом шоу, вероятно, как и во вселенной Киркмана, не существует фильмов про зомби, потому что до самого конца мы видим, что персонажи из сериала, стреляя, не пытаются попасть именно что в голову. Наоборот, пули летят куда угодно, и лишь иногда попадают туда, куда надо. С другой стороны, многие из вас могут мне справедливо заявить, чувак, а вообще-то люди-то обычно не обязаны уметь хорошо стрелять из любого огнестрела. И я не смогу чем вам покрыть на этот счет. Однако же в сериале за все это время я так и не увидел ни разу, чтобы кто-то целенаправленно стрелял зомби в голову. Насколько я могу помнить, здесь даже никто ни разу не сказал кому-то знаковую фразу. Будешь их прям стрелять, стреляй в голову. В сериале также есть просто герои для того, чтобы пройти от начала и до конца. Герои-филлеры, если так можно сказать. Например, это кучерявый американец, который просто присоединился к нашим в начале пути за забором, потом он снова потерялся, затем он непонятно как оказывается в том же бункере с военными, а в финале и вовсе убегает куда-то в никуда. Бородач, который также появляется из ниоткуда, не произносит ни слова за все время, а затем просто находит свою собаку, видимо, и также уходит в никуда с ней. Что за черт? Нужен ли он был тут? Корианка Сон за весь сериал не сказала ни одного понятного слова, но она сама и остальные каким-то чудом непонятно как, но понимали друг друга. Более того, Netflix даже для нас, зрителей, не соизволил включить те самые моменты, когда она говорила субтитры. В итоге ее монолог в туннеле в конце так и остается никем не понятым, хотя, возможно, там она как-то и рассказала про то, как инфекция могла появиться. И последний минус. Это отвратительная постановка перестрелки в финале. Люди стреляют куда попало и как попало без отдачи, и главное, почти ни у кого не заканчиваются патроны. Это уже реально становится похоже на студию Исайлом, не умеющую снимать нормальное кино. Мне хочется верить, что это проблема просто нехватки достаточного бюджета. Вообще, в шоу по всему видно, что, ну, честно говоря, очень маловато денег на хорошие спецэффекты и на грим, как я тоже сказал в начале. Но при этом все, ощущение какой-то безвыходности и атмосферности покрывает все недостатки, которые есть в этом проекте. Я бы больше того скажу, я бы очень хотел, чтобы какую-нибудь серию ходячих мертвецов снял оператор как раз-таки Черного Лета. Мне очень понравилось, как в первых сериях Черного Лета камера буквально-таки ходила за главными героями, все время как бы вместе с ними, ожидая какой-то опасности, которая вылетит из угла. И это очень атмосферно, и это очень влияет на зрителя. Такого я уже не помню, в принципе, давно и в Ходячих мертвецах. По-моему, там такого и не было, чтобы какая-то трясущаяся камера бегала буквально-таки по пятам каждого героя. Здесь это очень ништяково показано, особенно в начале. Жалко, повторюсь только, что сериалу очень не хватает бюджета, чтобы сделать что-то большее, чем просто игры с камерой. Ну и чтобы нанять побольше массовку для зомби, чтобы казалось, что здесь действительно опасно, а не просто несколько людей вышли поиграть в пейнтбол и поиграть в зомби и охотников на них. Ну что же, друзья, спасибо, что посмотрели. Да, вот такой вот неуклюжий сериальчик вышел, «Черное лето», спин-офф «Нации Z». Сразу скажу, что «Нация Z» здесь очень имеет отдаленное отношение к этому проекту. Если вы думаете, что это такая же трошанина и такой же, мягко говоря, не всеми любимый продукт, могу сказать, что «Черное лето» абсолютно не похоже на него. Здесь все-таки больше есть ощущение работы, здесь актеры играют роль, пусть им всегда отлично. И это все-таки хорошо. Здесь классная картинка, здесь играет оператор свою роль и здесь есть за что попереживать и на что посмотреть. Поэтому, друзья, рекомендую ознакомиться, посмотрите хотя бы первую серию. Первая серия по мне так оказалась самая лучшая. Что ж, спасибо, что смотрели. Делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на данный канал. Спасибо, что вы со мной и да пребудет с вами сила логики. Пока!